Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Продолжаем видео по улучшению качества жизни. Был некоторый перерыв, я не записывал видео. Вот, сейчас продолжаю и можем снова выбирать темы, которые интересны для вас. То есть пишите их в комментариях и пишите, что вам интересно, задавайте вопросы, потому что очень важен ваш отклик, ваше желание участвовать в этом процессе. Сегодня я предлагаю поговорить об ответственности, о том, как быть целостным, как вернуть себе состояние целостности, потому что оно очень важно для каждого человека. Вот я заметил такой момент, что когда я не целостный, то происходит какое-то, ну скажем так, непонимание, что делать, то есть куда двигаться. Нету ответственности за свою жизнь, и, соответственно, я начинаю делать какие-то вещи, которые, ну скажем, ко мне относятся мало, да, то есть и куда-то ухожу в сторону, начинаю делать не то, что хотелось бы, ну и, соответственно, состояние начинает постепенно меняться, ухудшаться, и те действия, которые я был бы сделать корректными, правильными, они уходят на второй план. Поэтому возвращение целостности – это прежде всего понимание, где оно было нарушено. То есть где я сошел со своего пути, где я, например, начал действовать не так, как мне бы хотелось. То есть, соответственно, в этом состоянии, когда я понимаю, где я сошел с пути, я могу вернуться на этот путь, да, то есть вернуться в каком плане. То есть не из чувства вины, что я там поступил неправильно, а посмотреть, когда это произошло, почему это произошло, как произошло, и, соответственно, взять ответственность за это и, ну, действовать дальше уже осознанно, этично. То есть этичность в данном случае она каким образом проявляется? В тем, что я действую на основе понимания, да, разумности. И тут важна связь с высшим я, связь с источником. То есть источник – это не что-то отдельное от меня, это, ну, по сути, я в более высоком состоянии, если можно так сказать. То есть в состоянии статики, в состоянии, когда я имею полное понимание, полное знание о том, что, ну, как бы, что произошло, почему это происходит, как куда дальше двигаться. То есть в этом состоянии я могу четко понимать, что вот мне нужно сюда. Это как озарение, да, как связь, ну, соответственно, которая возникает, когда есть понимание движения по своему пути. И каждый человек может находиться в этом состоянии. То есть в этом состоянии мы знаем, куда двигаться. Вот. И в этом состоянии, что самое важное, нам не нужно прибегать, ну, к каким-то логическим подсказкам, а здесь именно понимание, которое идет напрямую как интуиция. То есть когда чувствуешь, что вот этот путь верный. То есть это происходит как озарение. Вот когда я провожу сессии, да, соло или с другим человеком, в сессии бывает такое, что мы продвигаемся через какой-то заряд, а потом раз, происходит переосознавание озарения, и начинаешь действовать совершенно иначе. То есть начинаешь менять свою жизнь, и это происходит как такая вспышка сознания. То есть бах, и ты знаешь, что вот так поступить правильно. И в этот момент уже не задумываясь, не прибегая к каким-то объяснениям, просто начинаешь действовать. И в этом состоянии озарения действовать гораздо более правильно, чем если ты будешь там выдумывать какие-то странные способы, как правильно поступить, почему так, а почему не так. То есть в состоянии озарения просто ты знаешь, как поступить. То есть это знание идет как вот изнутри тебя, из вот этого состояния источника, с которым есть связь. И этот канал связи называется «Совесть». То есть совесть, это не… ну как ее связывают с этикой, да, тоже совесть. То есть этика почему важна? Этика – это не просто нормы морали. Это честность, это целостность, это ответственность. Прежде всего перед самим собой. Потому что когда ты сам чувствуешь, что ты поступаешь корректно, правильно, вот это и есть твоя совесть, твоя честность. Если ты чувствуешь, что ты поступаешь некорректно, неправильно, ну, соответственно, ты будешь уходить куда-то от себя, куда-то дальше, дальше и дальше, и, соответственно, накапливать проступки, утаивать их, ну, и целостность будет потеряна. То есть я предлагаю возвращение к целостности, я даже, есть такой курс «Достоинство целостности личности», где вы можете понять, где вы сбились с пути, выписать свои утаивания, проступки и вернуться в состояние целостности. То есть вот такое обучение я предоставляю. И также это происходит в каждой сессии процессинга, аудитинга, когда мы находим что-то, ну, где ваша жизнь пошла некорректно, неправильно и прорабатываем это. То есть каким образом прорабатываем? Путем возвращения в этот случай и взятия ответственности, то есть переосознавания. То есть если с вами, например, произошло какое-то травматическое событие, кто-то там, например, подавил вас, напал на вас, да, причинил боль, негативные эмоции, или вы кому-то причинили боль, негативные эмоции. Бывает даже вы просто наблюдали, как один человек другому причиняет это, или сами себе причинили негативные эмоции, боль, бессознательность. Вот в этом состоянии вы начинаете как бы, ну, скажем так, ухудшать свое состояние. То есть вы начинаете как разрушать самого себя. И вот очень важно найти эти разрушения, понять, когда они произошли и проработать их. И тогда ваша жизнь начнет восстанавливаться. То есть вы начнете возвращаться в состояние целостности и понимать, почему с вами так происходит. Вот давайте сделаем небольшую практику, как мы это делали раньше. То есть сядьте в удобном для вас месте, закройте глаза и представьте состояние, да, то есть создайте пространство для сессии. Посмотрите, есть ли какая-то разделенность в этом пространстве. Что-то выбивает, возможно, вас. То есть что-то выбивает вас из состояния целостности. Посмотрите, что это. И дальше посмотрите, откуда это приходит. То есть, возможно, придет какой-то случай, где это произошло. Дальше проживите этот случай один, два, три раза. Сколько необходимо, чтобы оттуда ушел негативный заряд. Чтобы вы почувствовали, что это освободилось. Что там больше ничего нет. Вот когда вы почувствуете, что заряд ушел, то вы можете завершить с этим. Если чувствуете, что он не ушел до конца, продолжите. Проработайте это еще, пройдите еще несколько раз. Или, если не уходит все равно, двигайтесь к более раннему подобному случаю, где было похожее ощущение. И тоже перепроживите его. Вот таким образом важно проработать, пока вы не почувствуете облегчение. Когда почувствовали облегчение, здорово. Это означает, что заряда больше нет, что вы можете двигаться дальше. То есть суть процессинга, это восприятие как есть, переосознавание и взятие ответственности за то, что произошло с вами. И таким образом происходит исправление. То есть я такие сессии провожу онлайн. И можно на нее записаться. Написал мне личные сообщения. Контакты все мои будут указаны под этим видео. Также мои контакты в соцсетях. Можете добавляться в друзья, писать, задавать вопросы, комментарии писать. Это все очень важно. Обратная связь от вас дает возможность мне понять, ну скажем так, какие видео дальше записывать, о чем, как это делать. Поэтому пишите, я буду рад. Если необходима консультация бесплатная, тоже напишите мне. Я постараюсь вам помочь. То есть мы созвонимся в Вайбере или другим удобным способом. И я проведу вам консультацию. А потом договоримся, сделаем сессию проработки. То есть консультация это когда вы задаете вопросы, я на них отвечаю, рассказываю, как можно улучшить состояние. Сессия это когда мы уже занимаемся конкретно проработкой и делаем то, что помогает вам в исцелении. То есть консультации, как всегда, бесплатные, сессии уже за оплату. Вот по стоимости можно написать мне, я озвучу, какие есть варианты по оплате и как можно это все сделать. Вот также обучение есть. То есть можно записаться на курс, преодоление подъемов и спадов жизни, достоинство целостности личности. То есть стоимость обучения получается 2500 гривен за курс. То есть можно его пройти и опять же таки обучение проходится онлайн, то есть удаленно. Я высылаю вам материалы, вы их изучаете, выполняете проверки по контрольному листу, а я проверяю их и даю вам рекомендации по исправлению. Также если необходимо я провожу программу очищения, которая помогает очистить тело от наркотиков, алкоголя, лекарств, радиации. Программа проходит в сауне, в бане. То есть вы принимаете витамины, минералы, бегаете и дальше паритесь в банке. То есть это тоже можно делать удаленно под моим наблюдением. Таким образом можно улучшать свое состояние. Поэтому если вам это интересно, напишите мне, задайте свои вопросы. И я могу ответить на них, рассказать подробнее, что, как делать, как записаться. Ну и соответственно дальше будем уже двигаться, то есть по улучшению состояния. Вот поэтому буду рад общению с вами. На экране сейчас еще появится парочка видео, можете их посмотреть. Это как раз о процессинге счастья, о том, как изменить судьбу. Подписка на мой канал, мой сайт, тоже заходите в гости. Подписывайтесь, если вы еще не подписчик. Добавляйтесь в друзья. Ставьте нравится, если видео вам понравилось. И конечно включите колокольчик, напоминания о новых видео. Они будут выходить ежедневно. То есть будем продолжать эту добрую традицию. На этом на сегодня все. Меня зовут Шевченко Александр. И вам счастья, друзья. До скорой встречи.